Сегодня я покажу вам, сколько приносит канал на тысячу подписчиков на ютубе. На примере своего канала. Где-то в пятницу, 20-го числа, 20-го сентября, мой канал подключился к партнерке. И с этого момента стал приносить деньги. Я хотел подождать где-то месяц, но чтобы месячный доход вам показать, но поскольку мне в комментариях стали постоянно писать, Игорь, расскажи, сколько все-таки приносит твой канал, то я могу показать вам сейчас, на данный момент, лишь сколько он приносит в день. Потому что в месяц он месяц еще не прошел. Как только пройдет месяц, я запишу еще одно видео, где покажу весь месячный доход этого канала. А пока вот так вот. Посмотрим, сколько в сутки приносит только что подключенный к монетизации почти новый канал на тысячу подписчиков. Правда, у меня уже там где-то 1400 с чем-то подписчиков. Но тем не менее, я вам покажу доход от момента подключения до вот сегодняшнего дня. Прошло где-то 20 дней, может быть меньше, может быть больше, сейчас посмотрим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. В общем, смысла просто болтать сейчас нет. Давайте я просто открою аналитику канала, мы посмотрим, я вам все покажу. И подписчиков, и суточный доход, и что на самом деле влияет на этот суточный доход. Итак, вот у нас сейчас 1462 подписчика. 511 подписчиков мы набрали за 28 дней. Ну, то есть где-то 462 подписчика, это чуть больше, чем за 20 дней. Вот сейчас покажу аналитика, потом подписчики. 20-го числа я подключил монетизацию, вот пятница, 20-е сентября. И вот с этого момента у меня здесь 25 человек, 19, 20, ну и вот так вот. Вот минимум 8 человек, набиралось 9, максимум 26. Вот четверг 26 опять, 16. Вот так вот по-разному приносит подписчиков. Но суть в том, что доход не зависит никак от подписчиков вообще. Давайте посмотрим доход. Вот, вот как я говорил, с 20-го числа, с пятницы. Нет, даже в субботу, значит, подключили. И вот у нас субботу в первый день он был неполный, 0,32 доллара. Ну и дальше, если в долларах смотреть, 1,49, 1,52, 1,36, 1,87, 1,07. Ну, то есть минималка у нас была, ну это не считается как бы. Вот минималка у нас 1,07 минималка. Да, 1,07. А максимально получалось поднять 3,71 доллара. Да, 3,71 доллара это максимально. YouTube он платит не за подписчиков, а платит за показы. Вот у нас расчетное количество монетизированных показов. Вот видно, что максимально было 1648 показов. И цена за тысячу показов у нас 3,75 доллара. Максимально было 4,92, то есть четверг, это почти 5 долларов. Минималка 2,95. На самом деле вот эта цифра, цена за тысячу показов 3,75, она такая усредненная. Но это не значит, что если у вас тысяча показов набралось, то вам заплатят 3,75. Потому что, опять же, это среднее значение. По факту оно может быть намного ниже. Ну давайте вот посмотрим четверг. Итак, у нас в четверг было 928 показов. То есть по сути у нас цена за тысячу показов была в четверг где-то 4,92. То есть нам должны были заплатить почти 5 долларов. Ну 4,5. Давайте посмотрим в четверг, сколько заплатили. 2,5. То есть по факту это в 2 раза меньше, чем указана вот здесь цена за тысячу показов. По факту оказалось в 2 раза меньше. Но в долларах это, наверное, не так понятно. Давайте вот перейдем сейчас на рубли, наверное, и посмотрим. Рубли, рубли, рубли. Вот рубли. Сохранить. Посмотрим. Вот четверг. 163 рубля. Максимально у нас в рублях выходило 242 рубля. Минимально. Но это не считаем, потому что день неполный. Но 20 рублей все равно. Вот у нас. Так. 68 рублей. Чуть больше доллара. Ну это где 1,07 был. Ну и вот, если посмотреть в рублях, у нас здесь 95 рублей, 97, 86, 120, 88, 78, 102, 106, 125. Выросло вот здесь вот, потому что видео было популярное. Видео зашло оно и вот 242 рубля. И опять вниз. То есть вот здесь был пик, а тут опять вниз все пошло. 137, 108, 113, 86. В общем, в день, в день приносит это все дело от 1 доллара где-то до где-то 3,5 долларов. В рублях это от 68 до 242. Ну, 242 у меня вообще один раз только было. Так что, блин, в среднем, в среднем, в среднем у нас 95. В общем, в среднем это 100 рублей. 100 рублей в день, можно сказать, приносит. Как только месячный доход, выясню. То есть сейчас-то у меня прошло вот где-то с субботы, 21, до четверга, 10, ну, чуть больше. 21 день. За 21 день, вот, в среднем было по 100 рублей в день. Как только полноценный месяц пройдет, я уже смогу точно сказать, что вот столько-то, столько-то приносит в месяц. Канал на 1000 подписчиков, 1000, 1500. Ну и вот, как вы видели, за этот 21 день я заработал 2170 рублей. В долларах это 34 доллара, 33 с чем-то. Почти 34. Вывести их в этом месяце я не смогу. Да, похоже, и в следующем месяце не смогу. Скорее всего, месяца через три я их выведу. Ну, посмотрим, увидим. Все потому, что на ютубе нельзя вывести меньше 100 долларов. То есть, как только наберется 100 долларов, тогда, пожалуйста. А меньше нельзя. Плюс нужно будет завести долларовый счет, на этот долларовый счет перевести эти деньги. Потом эти деньги еще вывести на обычный счет по текущему курсу. В общем, волокита такая. И получается, если у меня сейчас 34 доллара, ну, предположим, к концу месяца я наберу где-то долларов 40. Ну, пусть 40 давайте. 40 долларов. В следующем месяце у меня будет 80 долларов. И получается где-то, ну да, три месяца, потому что конца месяца все равно придется ждать. Будет, ну, долларов 120. Только тогда я смогу вывести эти деньги. В общем, все не так просто. Нужно, короче, снимать, наверное, больше видео, чтобы доход был там, я не знаю, так, сколько нужно. Около 4 долларов, получается, нужно в сутки получать, чтобы каждый месяц выводить деньги. Получится тогда 100 долларов ровно в месяц, что равно где-то 6-400 по текущему курсу. И тогда можно будет каждый месяц снимать и не ждать следующего месяца. В принципе, такой доход у меня был всего один день, потому что видео зашло, и его много посмотрели людей, и пришли такие деньги. Ну, 4 доллара, почти 4 доллара. Если бы был такой доход, то я бы снимал каждый месяц. Но пока, увы, нет. Столько мне канал не приносит. Ну и нужно понимать, что на других каналах других авторов доход может быть совсем другой. Кардинально прям отличаться там в разы просто. Если у меня там 4 доллара за 1000 показов, у кого-то может быть доллар, может быть меньше доллара, у кого-то может быть 7 долларов. В общем, очень многое от тематики зависит. И от аудитории, которая вас смотрит. То есть, если канал смотрят люди моложе 17 лет, которые не платежеспособны, либо там 18, там 20, вот такой возраст, то, скорее всего, будет канал очень-очень мало денег приносить. Им будет вставляться дешевая реклама, может быть там каких-то компьютерных игр. А если аудитория наоборот, платежеспособная, то есть там люди постарше, у которых есть деньги, тем более, если какая-нибудь тематика бизнеса будет, или новостроек, машин, то и реклама будет соответствующая, там каких-нибудь квартир, дорогих тачек. И, естественно, за такую рекламу, которую зритель ютуба посмотрит, за нее будут платить намного больше. Вот примерно так. Это из опыта других авторов, которые выкладывают свои ролики на ютубе и тоже показывают свой доход. Плюс я видел аналитику несколько других монетизированных каналов, и там цифры отличались от моих. Но если у вас есть свой монетизированный канал, то поделитесь в комментариях, сколько вы зарабатываете за тысячу показов коммерческих, ну и сколько по факту зарабатываете в день. Еще одна важная вещь, от которой может зависеть доход на канале, это формат рекламных объявлений, которые встроены в наше видео. Вот давайте я вам сейчас открою какое-нибудь видео и покажу. Ну вот, допустим. У нас открываем про трагический контент, смотрим вкладку «Монетизация». И здесь видим, что у нас есть формат объявлений. Форматы объявлений, медийные объявления мы выключить не можем. Это вот такие вот квадратики вот здесь вот. Зато у нас доступны overlay, мы их можем включить, выключить. Ну это подсказки опять же. Рекламные подсказки. И вот у нас объявление с возможностью пропуска и объявление без возможности пропуска. У меня объявления без возможности пропуска на некоторых видео включены, на некоторых видео выключены. Я пока еще не определился, стоит ли их вообще включать или не включать, поэтому экспериментирую. Но просто это такие объявления, которые пропустить нельзя, и поэтому зрители не всегда позитивно реагируют на такую рекламу. Ну еще у меня вот выключена реклама после видео. После видео я вообще никогда не включал рекламу, ну потому что не знаю, кому в голову может прийти посмотреть рекламу после того, как он посмотрел видео. Мне кажется, эффективность таких объявлений крайне низкая. Но если у вас другое мнение, либо другой опыт, напишите в комментариях, интересно будет узнать. Ну и также мы можем сами настраивать рекламу во время воспроизведения, для этого зайдем в «Изменить настройки». То есть расставлять рекламные блоки, рекламные подсказки в процессе просмотра видео. Вот у нас здесь стоит она, можем ее переместить, куда нам удобно. Можем еще добавить рекламную паузу. По сути мы можем этих рекламных пауз понатыкать, вот я не знаю, кучу вообще. Но суть в том, что YouTube не гарантирует показ объявлений во время каждой рекламной паузы. Ну и сами посудите, смотрите вы видео, а тут каждые 5 секунд реклама, реклама, реклама. Кому бы это понравилось? Да никому. В общем их я никогда тоже не настраиваю, пусть YouTube автоматически проставляет. Так что практически все настройки рекламы у меня по дефолту. Ну разве что вот здесь пока не ясно, включать или не включать. Думаю, со временем я в этом разберусь. Как только месяц пройдет, я вам покажу и месячный доход. Хотя у меня наверное уже будет не тысяча подписчиков, то есть не полторы как сейчас, а где-то... Ну я надеюсь, что будет около двух тысяч подписчиков. Ну а пока у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч.